Жители одного из частных домов в Чебоксарах пострадали от бездомных собак. Бродячие псы преодолели высокий забор, забрались во двор и истребили домашних птиц. В переулке Кувшинском бездомных животных видят часто, но их отловом никто не занимается. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Во двор непонятно как забрались, честно. Везде высокий забор. Наверное со стола запрыгнули туда, вот смотрите, вот и вон там еще все завалено. Все, что за лето я вырастила, от двухмесячных до пяти, вот курочка только начала снестись. Видите, яичко рядом с ней? Она удушенная. Во дворе этого дома словно пронесся ураган. Хозяевам был причинен немалый ущерб. Задушено более 30 курни сушек, серьезно пострадали и клетки с кроликами. Ничего нельзя нам, они все поклацканные. Видите что? Это же вот это изнутри выломали они. Непрошенные гости забрались во двор частного дома ранним утром. Хозяева проснулись от шума, но спасти птицу не удалось. Рано утром дочка забежала к нам в спальню, у нее как раз окно выходит в сторону птичника и кричит. Огромные собаки убивают птиц. И вот пока муж выбежал, две уже успели убежать, а одна на его глазах. Под соседский забор подкоп они сделали и убежали. Бродячие псы на этой улице появляются часто, уверяет Светлана. Но из соседних дворов их отпугивали домашние собаки. У нас на комбинате, с их слов, пожилые люди все жалуются, что у них всех кошек подушили. И домашних, и недомашних. Кто на улице выпускает кошку, собаки их душат. Сообщения о нападении бродячих собак активно обсуждаются и на чебоксарских форумах. На чулочке стая из шести собак терроризирует детские площадки две недели. Да, на декабристов. Видел эту же стаю у сотых домов. А еще на Николаева по три солумумбы 50 лет октября. Мамульки с детишками шарахаются от детских площадок с песочницами, когда там отдыхают собаки. Раньше за отлов бродячих собак отвечало спецавтохозяйство. Но сейчас в городе этой работой официально не занимается никто. А какая именно организация сейчас занимается отловом животных? Мы сейчас не занимаемся. Не знаем. То есть со спецавтохозяйством в этом году никаких договоров не заключали? Да, нет у нас договора, ничего. Мы не знаем, что будет в следующем году. Решение этого вопроса бросать на самотек не стоит. Стаи брошенных собак – серьезная угроза безопасности жителей. Выход из ситуации надо искать и муниципальным чиновникам, и общественным фондам защиты животных. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.